В рядах Красной Армии против банд Калакова и Ордова, а также против иплодских антрактов. В самой посещаемой библиотеке Приморья, как всегда, немало гостей. Сегодня здесь проходит очередное мероприятие. События в Буки всегда расписаны на месяц вперед. Современное название и огромную популярность библиотека имени Пушкина приобрела буквально сразу после реконструкции в 2016-м. В первой молодежной можно найти любую интересующую литературу. Все от классики до графических романов и комиксов. И не только. Мы единственная библиотека в регионе, в которой есть такие шаги. Это позволило нам на 30% увеличить книжный хор, потому что до этого там стоят русские обычные дляиспешные стеллажи. Это хабаровское изобретение. Помимо бумажных книг, посетители библиотеки могут бесплатно пользоваться такими крупными онлайн-сервисами, как Литрес и Букмейт, и интернетом. Часто посещают Бук иностранцы. Нередко в библиотеке проходят акции международного уровня. Здесь есть и уголок южнокорейской литературы, а совсем скоро появятся и издания Северной Кореи. Так Бук станет первой в мире библиотекой, где рядом будут представлены книги обеих республик. Без библиотеки вообще никак нельзя. И не только мне. У меня все мои друзья, все мои знакомые, они все здесь. Все из этого района? Нет. Приезжают из Чайки, из другого района. Ну, в смысле, он советский район Чайка, но все-таки Чайка. В отличие от Бука, библиотека имени Чехова ориентирована именно на читателей старшего поколения. И в будние дни, и выходные здесь не бывает пусто. Олег Гуменюк пообщался с персоналом библиотеки и ознакомился с электронной системой единого учета читателей и книговыдачи. Здравствуйте, дети. Это наши партнеры. Да. Романцы. Он у нас на город. Да, нравится ходить в библиотеку? Да. Следующая точка маршрута – библиотека номер 17 на улице Иртышской. После ремонта здесь появились три зоны – тайга, горы Сихоте-Олинь и море. А еще потолки с фотопечатью приморского неба. Еженедельно здесь проводят встречи для детей и подростков. Особой популярностью пользуется школа шахмат. Это же удивилось, приезжает Артем. То есть у нас дана реклама нашим шахматам, на нашем сайте, и люди привозят детей в зал полный. В субботу, в три часа зал полный. 15-я библиотека в районе Тихой тоже очень популярна у горожан. Сложность в том, что вместить всех читателей в ее залах невозможно. Среди проблем также отсутствие аварийного выхода. Библиотека занимает цокольный этаж многоквартирного дома. Олег Гуменюк поручил профильному управлению найти в микрорайоне новое помещение. Это опять же направление работы любой администрации, которая должна знать, что хочет наш житель и, самое главное, дети. Финальная точка маршрута – библиотека номер 8 в микрорайоне Змеинка. Здесь проходил мастер-класс для школьников и открытие выставки картин. В 2016 году провели капитальный ремонт. Теперь здесь есть кинозал, лекторий и галерея. Я хочу пояснить все библиотеки города Владивостока, даже потому что я сегодня был не только в самых красивых библиотеках, но и те, которые люди содержат, и достойно содержат в том уровне, в котором это возможно. Сегодня в библиотеке города записаны более 80 тысяч читателей. Библиотечная система Владивостока занимает четвертое место в России. Ее опередили Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Анна Бережная, Новости на Восьмом.